Здравствуйте! И снова в эфире программа «Политическая линия фронта». Сегодня с нами в студии политический эксперт, кандидат философских наук Валентин Гладких. Здравствуйте, Валентин! Здравствуйте! Валентин, сегодня стало известно, что заместителем председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации будет назначен человек из Службы безопасности Украины. Увольнение прежнего зама главы Донецкой администрации Александра Кихтенко объясняется тем, я процитирую, что это линия боевого столкновения. И человек Службы безопасности Украины сможет решать вопросы более оперативно. Не станет ли такая практика правилом? Я не думаю, что такая практика станет правилом. И не думаю, что во всех территориально-административных единицах Украины гражданские администрации, органы местного самоуправления будут возглавляться исключительно выходцами из Службы безопасности Украины. Не потому, что нет кадров или политическое желание отсутствует. Просто в силу отсутствия целесообразности. Действительность в Донецкой области сегодня является прифронтовой. И в действительности человек, который будет возглавлять там администрацию, тем более даже в самой названии, мы говорим, есть слово военная администрация. То есть, если этот человек будет достаточно компетентный еще и в военных делах, то это тоже будет плюсом. Но хочу обратить внимание сразу, что тот факт, что человек выходит из Службы безопасности Украины автоматически не означает, что он там эксперт и будет прекрасно, сможет организовать там работу или жизнедеятельность опять же. Но какой-либо опасности я в этом не вижу. То есть, узурпации власти, какой-то тайный заговор, навряд ли. Могут быть ли какие риски с тем, что туда назначили именно человека из СБУ? Или это наоборот большой плюс? Я бы вообще не акцентировал внимание на том, что этот человек из СБУ выходец. То есть, интересует конкретно, насколько этот человек сможет быть эффективным на данном месте в данное время. И откуда он пришел, кем был его папа, мама, кто его жена. Это как бы второстепенные в данном случае вопросы. Будем надеяться, что в данном случае кадровый вопрос был решен на основании исключительно личных качеств человека, а не на основании его родословной близости к президенту, отдаленности от каких-то финансово-промышленных групп и каких-то других второстепенных факторов. Военный эксперт Алексей Арестович убежден, что хоть вдоль украинской границы сосредоточен мощный военный ресурс России, она утратила все-таки шанс нанести Украине военное поражение. Каково ваше мнение по этому? Война это продолжение дипломатии, но другими средствами, как в свое время описал классик. И если мы зададим вопрос, а какова цель и вообще чего пытается добиться Российская Федерация и Путин в частности в Украине, мы должны отталкиваться именно от этого. Так вот, если говорить о том, что настоящей целью операции, деятельности и политики Российской Федерации против Украины является уничтожение украинской государственности, в лучшем случае. Ну а компромиссный вариант это создание на территории нынешней Украины какого-то вассального объединения, которое двигалось бы исключительно в русле российской внешней политики, по сути удовлетворяло бы все потребности своего сюзерена московского. Ну то в принципе сосредоточение войск на границе, безусловно, навряд ли способно решить эти две задачи и достигнуть эти две поставленные цели. То есть безусловно, в силу разницы военно-технического потенциала, демографического потенциала, экономического потенциала, безусловно, в прямом широкомасштабном военном конфликте между Россией и Украиной, понятное дело, что Россия имеет все шансы для того, чтобы просто стереть с лица земли то, что мы сегодня называем нашей родиной Украины. Но какова будет реакция, какова будет цена вопроса и что собственно это даст? То есть я сомневаюсь в том, что военным методом Российская Федерация способна сейчас оккупировать Украину, а тем более создать на территории Украины какие-то такие промосковские, пророссийские псевдогосударственные образования. Ну собственно говоря и ситуация на Донбассе это достаточно красноречиво показала. Поэтому согласен с военным экспертом о том, что несмотря на численное преимущество и вообще преимущество, тем не менее инициатива сейчас на нашей стороне, мяч на нашей половине поля и собственно говоря, время играет на нас в данном случае. Ну чтобы просто-напросто за этим мячом не посунулись другие игроки? Ну игроки уже посунулись на нашу территорию, ну и время от времени они отправляются либо удобрять нашу землю, делать ее еще более плодородной, либо отправляются к себе на историческую родину и являются красноречивой рекламой того, что не стоит ехать искать себе приключений на свою голову в Украину непонятно с какой целью. Если проанализировать всю информацию, которая надходит с СМИ и с остальных источников, что Россия сосредоточила большие военные подразделения на границе с Украиной, что и в Крыму присутствует какая-то большая военная группировка, и в Приднестровье она существует. Как вы думаете, может ли ситуация стать еще горячее? То есть я имею в виду, может Украине стоит ожидать какого-то контрнаступления? В Украине стоит быть на чеку постоянно. И стоило быть на чеку начиная с 1 декабря 1991 года, когда на всенародном референдуме была подтверждена воля народа создать независимое украинское государство. Именно с того момента и должно было быть понимание о том, что потенциально Российская Федерация может быть нашим противником. То есть целью которого, для которого само существование украинского государства является вызовом. То есть нравится кому-то, а не нравится, тем не менее это факт. То есть это другой вопрос, почему именно так, а не по-другому. Но тем не менее. Поэтому после того, как мы фактически год находимся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией, безусловно мы должны быть готовы в любой момент отразить, если будет необходимо, даже полномасштабное вторжение регулярной российской армии. То есть вы придерживаетесь мнения многих экспертов, что в международной политике друзей нет. Есть только интересы и партнеры. Есть и интересы, и есть партнеры, общение с которыми и сотрудничество с которыми либо способствует достижению и удовлетворению этих национальных интересов, либо есть оппоненты, которые своими действиями мешают реализовать стремление государства удовлетворить какие-то свои потребности и достичь те либо иные цели. Ну и в принципе, то, что происходит в отношениях между Украиной и Россией, это в большей мере результат неготовности России мириться с фактом существования отличной от нее Украины. То есть государством, у которого могут быть свои собственные отличные от интереса в России интересы. То есть если бы Россия смогла бы немножко абстрагироваться и смириться с тем, что у других тоже есть свои интересы, я думаю, что история могла бы пойти немножко по-другому и отношения Украины и России могли бы сложиться по-другому. На днях глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров удивил всех заявлением, что непризнанные ДНР и ЛНР должны стать частью Украины. Мол, я зачитаю, самопровозглашенные Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика предложили свои поправки в Конституцию Украины, согласно которым они отказываются от терминов ДНР и ЛНР и признают аннексированный Россией Крым территорией Украины. Вместо этого требуют от Украины внеблокового статуса, это раз, специальные экономические условия и еще пару аспектов. Чем угрожает Украине вот эти вот такие вот заявления, манипуляции со стороны Лаврова, со стороны ЛНР, ДНР. То есть они начали играть в игру. Они продолжают идти упрямо к той же самой цели, о которой мы сказали в самом начале. О том, чтобы либо уничтожить украинское независимое государство, либо заставить двигаться украинское государство исключительно в фарватере российских интересов. Это очень наивные люди, которые жили там на Востоке, и которые были опьянены этой российской пропагандой, которым показалось, что в действительности они интересны России сами по себе. На самом деле с самого начала они рассматривались Российской Федерацией исключительно как механизм и средство либо уничтожения украинского государства, либо заставить Украину двигаться опять же в этом фарватере. И это разменные монеты, они стали, причем достаточно низкой пробы, это разменные монеты, им это может быть очень тяжело и неприятно осознавать, но тем не менее так и есть. Это то, что российская поговорка называет «поматросили и бросили». Вот на сегодняшний день Россия ведет себя с этими созданными, рожденными ею же монстрами исключительно в этом фарватере. И если бы люди, лидеры этих террористических группировок в школе ходили бы в детстве в школу и читали бы книжки, они тыряли мелочь по карманам, они бы знали, что в течение всей своей истории не было такого союзника у Москвы, которого бы Москва в той либо иной мере, на том либо ином этапе не предала, не кинула и не отдала на растерзание в случае необходимости. Поэтому ничего удивительного не происходит, все абсолютно закономерно. И в данном случае Россия, которая убедилась в том, что военным путем, как военная сила, эти террористические группировки малоэффективны, и требует постоянно дополнительных и военных усилий, снабжения и материально-технических. Ну и по сути, как бы без каких-либо очевидных перспектив, что эта непобедимая армия Новороссии может выйти хотя бы на границе Донецкой области, не говоря уже там на границе Тернопольской или Львовской. То есть Россия стоит перед простым выбором. То есть либо полномасштабная агрессия с использованием полного арсенала возможностей военно-технических и российской регулярной армии. Ну, либо такой локальный конфликт, в котором будет бесконечно долго украинская армия утилизировать весь этот, ну, я не знаю, как это назвать. С одной стороны, социальный мусор Российской Федерации, а с другой стороны, все-таки подразделения регулярной российской армии. То есть как бы малоинтересно. Поэтому Россия идет на сегодняшний день другим путем, да, то есть план Б. План Б простой, инкорпорировать эти бандостаны в политическое тело Украины и использовать эти бандостаны как болевую точку, надавливанием на которую можно заставить Украину принимать те либо иные решения, либо блокировать те либо иные решения, которые либо выгодны, либо невыгодны Российской Федерации. Для Украины такой вариант решения является неприемлемым. Я подчеркиваю, что лучше быть в Евросоюзе, в НАТО без этих бандостанов, чем с этими бандостанами, но вне Европейского Союза, вне НАТО и вне цивилизованного мира. То есть как бы поэтому, если вопрос стоит о том, что лучше, потерять часть территории, либо потерять то, что называется государственный суверенитет. А государственный суверенитет это возможность и способность самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, то безусловно для нас будет критическим именно возможность потерять свой национальный суверенитет. То есть самостоятельно определять свою внутреннюю политику и внешнюю политику. И я лично не готов идти на какие-то уступки каким-то непонятным вообще людям, непонятного происхождения, непонятным источником легитимности, с полностью отсутствующим понятием легальности там. Какой может быть делок? Есть минские соглашения, четко прописанный алгоритм разрешения ситуации на Донбассе. И об этом говорили неоднократно и политики, и эксперты. Поэтому Российская Федерация должна шаг за шагом реализовывать этот алгоритм. Ну а эти бандостаны, они не являются субъектными, они должны просто исполнять те команды, которые им будут посылаться из Кремля. Мы прервемся на маленькую паузу и продолжим во второй части нашей программы. Напоминаю, с нами в эфире политический эксперт, кандидат философских наук Валентин Гладких. Валентин, продолжаем нашу программу. Вы упомянули о ЛНР, ДНР. Каков ваш прогноз на их существование? Будут ли они существовать или нет? Будут ли они, я имею в виду, как частью Украины? Или же все-таки Украина их сдаст? ЛНР и ДНР, как псевдо- или квази-государственные образования, обречены на полный крах. Хотя бы в силу отсутствия экономической базы для своего существования. То есть они могут существовать исключительно в условиях, если их кто-то будет подкармливать, датировать и тому подобное. Собственно, экономики там нет. И навряд ли она там возникнет. То есть они могут быть либо полностью аннексированы и стать территорией Российской Федерации со всеми вытекающими международно-правовыми последствиями, в первую очередь для Российской Федерации. Ну, либо вторая альтернатива для них, это опять же реализация Минских соглашений. И тогда они перестанут быть ЛНР и ДНР, а возвратятся в свой обычный статус Луганской и Донецкой областей как территориально-административных единиц украинского государства. То есть вариант не может в составе Украины ЛНР и ДНР быть не может в принципе. В составе Украины может быть Луганская и Донецкая область. В лучшем случае в составе Украины, как это написано в Минских соглашениях, могут быть отдельные районы, в которых временно реализуется особый порядок местного самоуправления. Но ключевой момент здесь, во-первых, временно, а во-вторых, все-таки особый порядок закона о местном самоуправлении, это украинского закона. То есть это все-таки будет юрисдикция Украины и территория Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Москве уже начали понимать, что заполучив военным путем Крым, часть Донецка и Луганских областей, Россия все-таки потеряла остальную Украину. И сейчас Россия думает внедрить такой план soft power, то есть мягкой силы. То есть сотрудничество с негосударственными организациями, помощь другим организациям, тоже негосударственными, конечно же, обмен студентами, конференции и тому подобное. И в конце этого плана они думают создать через 10-15 лет такой круг людей, который через 10-15 лет, повторюсь, войдет в политическую жизнь страны, и они будут очень дружественны к России. Как на вашу точку зрения? Возможен ли такой план и удастся ли он России? Этот план характеризуется полностью поговоркой. Дурак думкой богатеет. То есть, если бы Россия в действительности хотела и могла бы реализовать этот план, она могла бы этим заняться достаточно давно. Причем начинали-то они с достаточно пророссийских настроений в Украине. И вообще-то надо иметь очень большой талант для того, чтобы умудриться превратить народ, который изначально был, ну даже, скажем так, более чем просто дружественный, то есть достаточно большое количество украинцев, считали Россию братской страной. И опять же, в результате своей недальневидной, можно сказать, глупой политики, Кремль и Россия умудрилась превратить своих друзей во врагов. Есть хорошая поговорка, что умные люди ищут друзей, а дураки врагов. Ну и, соответственно, власть, которая умудряется превращать всех вокруг во врагов, то есть кто сегодня друг России? Северная Корея, и то сомнительно. Сомнительно. Поэтому я думаю, что навряд ли, во-первых, это желание у Российской Федерации является искренним, то есть, скорее всего, это опять же, попытка создать в Украине пятую колонну традиционно, но так она была с самого начала. То есть, анавить ее, наверное. Ничего, кроме Пушилина, Губарева и Царева, ну, в общем-то, и не удалось здесь создать. А почему возникает вопрос? А потому что, как писали известные советологи еще во времена Холодной войны, 20 танковых дивизий абсолютно бессильны против одной громпластинки Битлз. И на сегодняшний день страна, которая не производит никаких материально-технических ценностей, материальных ценностей, и тем более не производит никаких духовных ценностей, кроме духовных скрепов, то есть не производит ничего, то, что могло бы быть привлекательным и интересным мне, как человеку современному, и как человеку, смотрящему в будущем, никакой софт-пау речи в принципе быть не может. Ну и это вообще проблема России, и в основном она состоит в том, что россияне на сегодняшний день абсолютно не способны создать для постсоветского даже пространства, если это говорить, какой-то привлекательный образ общего будущего. То есть поэтому кроме этих апелляций к нафталиновому прошлому вообще ничего не создается. Ну а мне неинтересно. Ну то есть мне неинтересно православие. Ну то есть как бы мне может быть и интересно, как часть веры и культуры моих предков, но оно очень жестко проигрывает, например, айпаду. То есть может быть мне интересно, конечно, что деды воевали. Но на сегодняшний день деды воевали все-таки существенно проигрывает тому возможности получить безвизовый режим и пройтись по местам боевой славы дедов. Ну грубо говоря, если так можно сказать. Поэтому России для того, чтобы создать этот привлекательный образ будущего, нужно для начала радикально измениться изнутри. Потому что в том виде, в каком сегодня эта страна, этот народ существует, вызывает только смешанные чувства отвращения и пренебрежения. Вы упомянули о безвизовом режиме, о Европе. Как вы знаете, сегодня в Риге проходит саммит Восточного партнерства. И ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает от него утверждение конечного плана по безвизовому режиму с ЕС. Но некоторые заявления, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, уже известны. Каковы ваши прогнозы относительно этого саммита? Получит ли Украина, как говорится, европейскую перспективу? Украина имеет европейскую перспективу. И кроме того, мы должны осознавать, что европейская перспектива Украины находится в Украине, а не в Европе. То есть это мы решаем, хотим мы быть Европой или не хотим мы быть Европой. Нам четко дали домашнее задание, которое мы должны выполнить. То есть отношение Европейского Союза и Украины похоже, как на отношение студента и лектора? Ну так оно и есть. Более того, это все равно напоминает мне такую ситуацию, как мальчик посмотрел по телевизору какой-то боевик с Брюсом Ли, или, я не знаю, Чаком Норрисом, я не знаю, какие там сейчас звезды есть, или Арнольдом Шварценеггером. Вот он захотел стать сильным, большим, очень умело сражаться. Но самого факта просмотра боевиков и голливудских фильмов недостаточно. Нужно идти в спортзал, много и долго тренироваться. К сожалению, украинцы, то есть нам кажется, что если мы завтра станем частью Европы, то у нас автоматически исчезнут коррумпированные полицейские, у нас автоматически станет честное правосудие. Более того, мы абсолютно ошибочно вообще понимаем цель и средства. Для большинства украинцев цена ведь не столько Европейский Союз и Европейская перспектива. Мы просто хотим, чтобы Украина стала таким государством, какими являются сегодня страны-члены Европейского Союза. Если завтра Украина станет такой же развитой страной, как Германия, к примеру, но я сильно сомневаюсь, что украинцы очень сильно будут хотеть и рваться в Европейский Союз. То есть для нас все-таки Европейский Союз это не столько цель, сколько средств мы рассматриваем. А насколько это средство является эффективным, доказано теми странами, которые туда вошли. Польша, Прибалтика, Румыния, Болгария. То есть это дает надежду нам на то, что все-таки мы должны стремиться туда. Валентин, и, наверное, последний вопрос, поскольку наша программа уже подходит к концу. Франция, Германия и Нидерланды категорически не хотят введения безвизового режима с Украиной до выполнения всех обязательств. В чем причина выполнения всех этих обязательств? Кто плохо использует свои цели? Причина проста и очевидна. Они опасаются огромного количества потока человеческих, людских ресурсов в их странах. То есть это будет и конкуренция за рабочие места, и криминогенная ситуация может существенно ухудшиться. И эти проблемы им абсолютно не надо. А самое главное, это говорили еще в 90-е годы, на заре нашей независимости, до тех пор, пока Украина не закроет и не возьмет под четкий контроль свою северо-восточную границу, до тех пор никакой речи об открытии западной границы Украины быть не может. Валентин, на этой точке должен вас прервать. Я думаю, что все, что вы сказали, так и будет. Напоминаю, с нами в эфире был политический эксперт, кандидат философских наук Валентин Гладких. Валентин, спасибо, что были с нами. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok